Пчеловоды вновь звонят в нашу редакцию со слезами. Где теперь умерли пчелы и по какой причине на этот раз? До 100 человек в сутки заболеваемость коронавирусом резко пошла вверх. Какие рекомендации дают врачи? Мужчины, женщины, дети в тельняшках с самого утра в центре Барнаула, как отмечали 92-ю годовщину со дня основания ВДВ. Сегодня ночью в Тольменском районе при пожаре погибли двое детей. Трагедия произошла в частном доме в селе Озерки. При тушении спасатели обнаружили тела трех человек, бабушки и ее внучек, 4 и 7 лет. Мама девочки ночевала в летней кухне в отдельно стоящем строении. Женщина осталась жива. В прокуратуре устанавливают все причины произошедшего. СМИ со ссылкой на МЧС сообщает, что предварительной причиной пожара стало нарушение правил монтажа электрооборудования. Расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью третьей статьи 109 Уголовного кодекса Российской Федерации. Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам. По изъятным вещественным доказательствам назначена судебно-медицинская, пожаротехническая и криминалистическая экспертизы. В Бейске накануне тоже погибли два ребенка. Дети гуляли по берегу вдоль Бии в черте города. Известно, что девочки 13 и 9 лет в одежде окунулись в воду, а затем скрылись из виду. Все это произошло на глазах их подружки. Позже тела девочек нашли водолазы. Следователи возбудили уголовное дело. К другой теме. Опять недопонимание и опять тысячи смертей. В четырех селах Локтевского района произошел массовый падеж пчел. Пасечники винят аграриев, которые, по их словам, нарушают правила обработки полей и своевременно не предупреждают об опасной для насекомых процедуре. А аграрии настаивают на обратном. Валентина Аскерова в очередной раз пыталась выяснить, почему пасечникам и аграриям так сложно найти общий язык. Оставшиеся пчелы доживают свои последние часы, дни, недели. Пасека Николая Сорокалетова находится в населенном пункте в огороде. До рапсовых, подсолнечных и других полей, которые обрабатывают ядохимикатами, далеко. Однако это не спасло насекомых. А это уже выездная мобильная пасека Михаила Ушкова. Пасечник тоже пострадал от обработки полей. Лишился 20 пчелосемей. Трави у имени Кирова от трави его поля обрабатывали. И пасека вся полегла. Когда вы это увидели? Что здесь было? Здесь начало пчела крутиться, вертеться и просто падает. У меня основной деятельность, вид деятельности – это пчеловодство. Я не получил того дохода, которого должен был получить. 300-500 тысяч потерял. Аграрное предприятие имени Кирова своевременно не предупредило об обработке полей, говорит пчеловод. И добавляет, что поля травили днем, а не в вечернее время, как полагается. Однако в агропредприятии настаивают, предупреждали о процедуре заранее. И даже за 6 дней рассылали смс-сообщение с просьбой вывести на безопасное расстояние пчел. Некоторые пасечники позаботились и вывезли. Кто-то решил испытать судьбу, ссылаясь на то, что везти некуда, везде рапсовые поля. В результате в Локсевском районе массовый падеж пчел произошел сразу в четырех населенных пунктах. Устьянка, Павловка, Покровка, Георгиевка. В последнем селе пчеловод Андрей Никифоров лишился единственного средства заработка. Андрей Никифоров, да и другие пчеловоды также отмечают, что в Локсевском районе жестко хромает система оповещения. В местной газете прописывают не конкретные даты обработки полей, а расплывчатые. Правда, чиновники говорят, что система оповещения – все в порядке. Чтобы я понимала, да, грубо говоря, там с 3 июля по 5 июля будет обработка полей. Вот так пишут? Ну да, да. Ну да, да, да. Угу. А как проводится обработка? В ночное время? Конечно, конечно. Напомним, от едокимикатов элементарно от недопонимания аграриев и пасечников пчелы гибнут не первый год. Не первый год люди не могут договориться. Так, в этом году в Алтайском крае уже погибло около 3000 пчелосемей в 15 районах края. И смертельная география растет практически ежедневно. Пчела погибнет, и мы погибнем. Вот в чем дело. Вы поймите, что пчел не станет, и земли не станет, жизни не будет. Валентина Аскерова, Алексей Фризин. День с толком. Заболеваемость ковидом подскочила до 100 человек в сутки в Алтайском крае. Пока это далеко не критический показатель, но уже скоро в нашем регионе начнется новая, условно шестая по счету волна коронавируса. Заявил сегодня главный инфекционист края Валерий Шевченко. Он рассказал в деталях о сроках, особенностях течения очередного штамма и мерах профилактики инфекции. Последние две недели мы наблюдаем рост подъема заболеваемости в западной части нашей страны. Ну а по аналогии с предыдущими волнами через 3-4 недели можно ожидать подобный вариант развития событий у нас. То, как это было в предыдущие периоды подъема заболеваемости, ну как бы, наверное, все-таки дает нам основания, достаточно такие веские, предполагать, что Алтайскому краю не миновать подъемы заболеваемости. Насколько уже будет он высокий, насколько долго затянется период, когда мы будем регистрировать большее количество пациентов сейчас сложно сказать, потому что нам пока нет возможности провести аналогию. Вот то, что будет в западной части нашей страны, Москва, Петербург, скорее всего, вот так в своих планах мы и будем определять похожую ситуацию и у нас. В течение последнего месяца ежедневно регистрировалось порядка 50 случаев, то сейчас эта цифра уже стремится к 80-90. То есть мы и у нас уже отмечаем некоторую тенденцию к подъему заболеваемости. Заболевание чаще протекает в популяции в легкой форме, но в группы риска по осложнению и тяжелому течению, больше, наверное, даже своих соматических болезней. Это люди со старшего возраста, это дети, которые не имеют иммунитета и рожденные от неболевших или непривитых родителей, ну и беременные женщины. А симптомы все те же. Боль в горле, повышение температуры тела, заложенность в горле, в носу, слабость. Ну и там, если уже дальше происходит поражение легких, то соответствующие признаки дыхательной недостаточности и выстиления симптомов интоксикации. Сходятся исследователи на том, что похожая история с предыдущей волной. Что посоветуете людям? Снова прививаться? Думаю, да. На сегодняшний день все равно, если сравнивать по эффективности все те методы и способы, которые уже человечество прошло, вакцинация остается одной из самых надежных способов. Говорить о том, что на 100% вакцина сработает и защитит от вакцина от заболевания, конечно, не приходится. Мы так никогда не говорили и по отношению других болезней. Но то, что это максимум из того, что наука дала практики, то, что человек, простой человек может взять себе на вооружение, но это факт. Поэтому, конечно, правильнее быть привитому. Но и сейчас, пока в период еще, так скажем, относительно благополучного, уже некой негативной тенденции, наверное, есть и повод вспомнить о тех ограничительных мероприятиях. Но, знаете, с позиции не такой, что меня заставляют, и я уже только из-за этого буду отказываться. А с позиции того, насколько я бережно отношусь к своему здоровью и здоровью своих близких. Я имею в виду сейчас ношение маски и дистанция. То есть, если человек считает целесообразным для себя, для своего будущего выбрать такой вариант поведения сейчас, ну, я думаю, это будет только плюсом. Дожди не покидают Алтайский край. Сегодня местами в регионе прогнозируют кратковременные дожди, грозы, град. И это после масштабного ливня, затопившего Барнаул несколько дней назад. Однако, как нам пояснили в Алтайском гидромедцентре, такие дожди для лета – обычное явление. Через пару дней осадки должны прекратиться. В целом, специалисты прогнозируют довольно теплый август. К другой теме. В РЖД согласовали окна, во время которых будут проводить работы на путепроводе в районе Нового рынка. Каждые окна, а это порядка шести часов, согласовываются непосредственно с Главным управлением Западно-Сибирской железной дороги. Для чего необходима такая процедура, смотрите в нашем сюжете. Новый этап работ. Позади непростые согласования с РЖД. Управление выделяет технологические окна, чтобы рабочие смогли завершить демонтаж строений путепровода, а также установить новые опоры. Уже с пятницы на субботу откроется первое окно. Около шести часов под мостом не будут ходить поезда. Такие процедуры важны не только для безопасности строителей, но и для безопасности движения поездов. Мы взяли первые десять окон для того, чтобы начать работу непосредственно по демонтажу оставшейся части восьми пролетного путепровода. Планируем за эти десять окон максимально все-таки разобрать пролетные строения, после чего последующие окна пойдут на то, чтобы разбирать существующие стойки восьми пролетного путепровода. Тот график, который мы на сегодняшний день утвердили, имеем на руках, он в принципе отражает те реалии, которые находятся на объекте. Конторы достаточно серьезные. На сегодняшний день срывов по каким-то таким важным этапам производства работы у нас нет на объекте. По словам подрядчика, на полный демонтаж всех элементов моста понадобится порядка 25 окон. Добавим, что все окна будут выделяться в ночное время, чтобы не мешать движению железнодорожного транспорта. Ирина Корчагина, День с толком. В парке Изумрудный начали восстанавливать пруд. Пока там работают два экскаватора. Они демонтируют бетонные плиты, ограждающие водоем. В ближайшее время сюда перебросят и бригады с парка Юбилейный. Завершить восстановление нужно до конца года, а сам пруд должен быть готов к концу октября. Такие сроки обозначил руководитель парка Владислав Вакаев. При этом водорослищение водоема снастят очистными сооружениями и гидроизоляцией. Появятся скважи для питания пруда. Глубина его, кстати, будет больше метра. Купаться нельзя. А вот загорать рядом можно. В целом, после восстановления здесь озеленят склонность, сделают набережные и площадь, где барнаульцы смогут отдыхать и пить кофе. Изменится и беседка в центре водоема. Здесь предполагается построить новую беседку. Мы ее назвали по проекту беседкой для церемоний. То есть там она будет достаточно большая, вместительная такая, достаточно торжественная, чтобы там можно было даже и какую-то там церемонию бракосочетания провести. ВДВ – это сама жизнь. В Барнауле на площади ветеранов собрались сегодня десантники со всей страны. Десантное братство отличается своей сплоченностью и многолетней дружбой. И это факт, который никто не сможет опровергнуть. День ВДВ для них один из самых главных праздников в году. Сегодня голубые береты отметили 92-ю годовщину со дня основания. Это они были в Афгане и Чечне. Это они помнят свой первый прыжок с парашютом. Они готовы сорваться и поехать повидать сослуживцев, даже если живут за тысячи километров. Рота разведчиков, которая провела в Афгане два года, сегодня почти в полном составе. Мы очень дружим разведротом. И вот столько лет прошло, и мы встречаемся в Москве на мероприятиях. Самое большое количество разведчиков собирается. Клич был дан, кто на сегодняшний день более свободный. Поэтому прилетели Уфа, Курган, Российский. Давай, ребята! То есть все ребята приехали. Собираясь, вспоминают службу. События конца 70-х, начала 80-х помнят, будто это было вчера. 27 декабря в 7.30 по кабульскому времени произошел захват телестудии, радио. Захватили казармы, саму телестудию, радиовышку. Было несколько танков, 6 или 5 танков. Было все четко сработано благодаря нашим офицерам. Многие погибли в той войне, и сегодня их память и других павших воинов-интернационалистов почтили минутой молчания. Хочу сказать огромное спасибо ребятам, пришедшим с детьми, с внуками. Это такая честь для наших сыновей, которых с нами нет. Но я считаю, они видят нас, видят оттуда. Вы не верите, а мы, матери, верим. Десантники всегда на передовой. Говорят, приказы не обсуждают. Просто их выполняют. 62-й год. Карибский кризис, да? Неподалеку от Галделогорска, большой аэродром Серышева. И, значит, мы там трое суток с парашютами ночевали. Ребята, все в колонну, в колонну пошли! Готовы были вылететь. И если бы не Настас Иванович Микоян, когда полетел он, утрицать это дело, то, может быть, мы и полетели бы. ВДВ всегда считались элитными войсками. Это признают представители других родов войск. Об отличительных чертах десантников говорили и сегодня. Воздушно-десантные войска были и всегда остаются школой мужества, верности своей страны. Десантник – это не просто форма. Да это, наверное, состояние души. Может, на солнце? Большей степени. Ну вот какое это состояние души? Как второй дом. Я захочу в этого случая. Да ты что? А почему? Мне в таком колосутиках. Сегодня парашютисты над Барнаулом не кружили. После митинга дружные колонны десантники и их семьи прошли до другого мемориала на площади Победы. Флаги и голубые береты буквально наводнили город. Раз в году элите позволено быть у всех на виду. Расслабляться, скандировать за ВДВ и даже купаться в фонтанах. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. В Барнаул приехал музыкант Руслан Чергик с весьма необычным древним инструментом, который называется диджериду. Что он из себя представляет и как звучит, а главное, какими почти волшебными свойствами обладает, расскажем прямо сейчас. Диджериду – древний духовой инструмент аборигенов Северной Австралии. Он представляет собой длинную деревянную трубу без отверстий. Выглядит и звучит весьма своеобразно. Немного пугающе и в то же время успокаивающе. Просто познакомился с человеком, который очень круто играет на этом инструменте. И вот уже 15 лет мужчина проводит концерты, обучает, изготавливает и продает диджериду, а еще лечит звучанием этого инструмента. Руслан играет на групповых занятиях йогой и уверяет, что звук способен привести человека к душевному равновесию и не довести до отчаяния. Через трансовые состояния выход на какие-то эмоциональные, ну, позитивные эмоциональные составляющие. Как и на уровне физиологии, да, то есть работа с зажимами, спазмами мышечными и так далее. И заканчивая какими-то психическими вещами, психологическими. Руслан рассказывает, что однажды он даже исцелил своего друга, у которого постоянно болело ребро. А в больнице ему ничем не смогли помочь. И он мне как-то говорит, что поиграй мне, вот можешь поиграть. Я ему поиграю, там, минут 40, да, ставим диджериду вот на больное место, игра у него проходит. В планах у музыканта проехать с концертами по городам России. На большую популярность не рассчитывает, поскольку признает, подобную музыку способен понять не каждый. А ближайший концерт в Барнауле пока запланирован на сентябрь. Анна Рашагирова, Ольга Иванова, Дмитрий Денисов. День с толком. Шестой по счету, но в новом формате. В Барнауле открылся детский турнир по футболу памяти Геннадия Смертина. Больше сотни футболистов 2011 года рождения от Москвы до Владивостока будут бороться за победу. Сегодня в первом матче гостей из Воронежа принимали мальчишки Барнаульского «Динамо». Южная Корея, Япония, Казахстан и Узбекистан. На этот раз по известным причинам команды этих стран в Барнаул не приехали. Но география и без того впечатляет. Владивосток, Махачкала, Воронеж, Москва, Новосибирск и, конечно, Барнаул. В этом году организаторы поменяли формат турнира. Ребят поделили на две группы. Будет плей-офф и матчи за первое и третье места. Турнир интересный и важный по нескольким причинам, говорит организатор Алексей Смертин. Это в память об отце, который действительно сформировал не только меня и брата, но еще и Рохина. Карпука сыграют сейчас в «Локомотиве» и несколько игроков лиги ниже. Это для школы важно, потому что разная игра, стиль из других городов. А в карьере только в конкурентной среде ты как спортсмен, футболист можешь расти. Игра барнаульских мальчишек сначала не задалась. После первого тайма наши проигрывали гостям из Воронежа два мяча. Как тебе игра наших? Нормально. Ну, правда, что Барнаул проигрывает. Ну, не ладно, не расстраиваются, пусть и дальше продолжают играть. Все равно будем поддерживать. Игра пока идет не в нашу пользу, но все равно. Но мы надеемся, что наши победят. Я думаю, игра изменится в нашу пользу. Игра поменялась. Наши начали атаковать ворота. Сначала счет сравняли. А потом и вышли вперед. Болельщики ликовали. Ну, что, молодцы ребятишки. Все достойно играют. Ну, хороший турнир. Окончательный итог матча 3-2 в пользу барнаульского «Динамо». Разбор ошибок еще предстоит, но тренер уже знает, почему сначала было тяжело. Ребята любят у нас сами себе проблемы создавать, не забивать, потом пропускать. Но мы уже даже к этому привыкли. Но у нас любой турнир, мы каждую игру начинаем либо с 0-1, либо с 0-2. Потом у нас начинается, включается мотор. У нас было моменты 8, мы просто их не реализовываем. А там ответные атаки, у них 2 момента, 2 гола. У нас там 8 моментов, 0 мяча, 0 голов. А тренер поставил правильные, на остановке, на второй тайм мы вышли и боролись. А какие самые сложные соперники у вас на этом турнире? Москва. Москвичи и станут следующим соперником наших юных «Динамовцев». Тренеры и сами мальчишки настраиваются исключительно на победу. Ну, а кто станет победителем турнира, будет известно 5 августа. Именно тогда пройдет финал и матч за третье место. Татьяна Голубева, Андрей Печоркин. День с толком. У меня на этом все новости. Смотрите нас на 22-й кнопке и в соцсетях. Напоминаю, для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Валар». До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok. Субтитры создавал DimaTorzok.